Это улица Красноармейска, на которой расположены две школы Кызыла. Первая и пятнадцатая. Как видно, здесь обновленный пешеходный переход, ограждение и светофоры формы Т-7. Несмотря на то, что вдоль дорог установлены соответствующие предупреждающие для водителей дорожные знаки «Осторожно, дети, избавь скорость», на деле от самих детей, переходящих проезжую часть, можно ожидать чего угодно. В дорожных транспортных происшествиях, происходящих с участием детей, виноваты как водители транспортных средств, которые превышают скоростной режим, не пропускают пешеходов. Также и дети, которые внезапно выбегают на проезжую часть, переходят дорогу вне зоны пешеходного перехода. Зачастую бывает так, что в ДТП страдает ребенок-пассажир, который перевозится в транспортном средстве без специального детского удерживающего устройства. К сожалению, родители таким необходимым и очень важным предметом, средством передвижения пренебрегают, что приводит к травматизму. Дети зачастую становятся эпицентром ДТП. Многие взрослые сами являются примером для своих чад, пренебрегая правилами поведения на дорогах. Бывают случаи, что школьники, добираясь до дома или учебного заведения, прямо в общественном транспорте получают травмы. Ни для кого не секрет, что маршрутные такси в часы пик переполнены и во многих случаях детей заставляют ехать до места стоя. Уважаемый водитель, обратите внимание, у вас шина лысая, вы их, пожалуйста, поменяйте, потому что это может привести к дорожно-транспортному происшествию. Это китайская хорошая резина, а сейчас на зимнюю поменяем. Ну, пожалуйста, устраняйте хорошо вот это вот нарушение. Сейчас, счастливого пути. По итогам рейда не все маршрутные такси оказались готовы к новому учебному году. Однако, проверка общественного транспорта лишь верхушка айсберга, говорят сотрудники госавтоинспекции. Родителям также стоит обратить внимание на обучение детей правилам безопасного поведения на дороге, что в разы может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания ребенка в ДТП. Так, по данным дорожных полицейских, за 7 месяцев текущего года произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Один ребенок погиб. Чинчи Самбуга, Буяна Юн, телекомпания «Новый век». Тему детской безопасности мы продолжим в рубрике «Гость в студии». Сегодня мы поговорим о детском травматизме. Гость в студии, старший инспектор отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних МВД Патуве Майя Булереш. Майя, здравствуйте. Здравствуйте. Дети – это дети, они находятся постоянно в движении. И не всегда получается у родителей следить за ними 24 часа в сутки. Сегодня мы постараемся вместе с вами дать рекомендации родителям, как же все-таки уберечь своих детей от детского травматизма. Но давайте сначала определимся, что является детским травматизмом. Ну, травматизм – это совокупность травм, полученных в определенной группе населения, определенный промежуток времени. Травматизмы бывают бытовые, уличные и так далее. Давайте разберемся, что относится к бытовым. Ну, то есть это, наверное, травмы, которые ребенок получает дома, в стенах своего… Дома. Да. Ну, это получение ожогов, когда ребенок выпал из окна, когда ребенок, находясь без присмотра родителей, употребляет там какие-то инородные средства. Ну, и чаще всего это у нас жидкости для мытья посуды, вот последний случай у нас… И химические средства, да? Да, химические средства, лекарства, когда без доступных местах оставляют взрослые и ребенок употребляет. Ну, в большей степени это ожоги. Хорошо. А к уличным? А уличные – это когда ребенок без присмотра родителей получает травму на улице. Это, ну, допустим, идет купаться один или с соседними малолетними детьми, или играя, получает на улице или во дворе травмы различные. Шел-шел, упал. Примерно так. Хорошо. Какова статистика? Вот в бытовых условиях, получается, дети у нас в Туве больше получают ожогов. А на втором месте какие травмы? Ну, именно если брать статистику этого года, у нас участились случаи утопления детей на водах. Это в летнее время? Это в летнее время. И всего у нас было зарегистрировано за этот летний период 8 случаев утопления детей именно на воде. Во всех ли случаях дети в это время были одни, или присмотр родителей тоже имел место быть? Никак нет. Во всех случаях дети были без присмотра взрослых лиц, самостоятельно, ну и с группой несовершеннолетних. Какой возраст у этих детей? Самому маленькому 3 года. Этот случай был в селе Байхак Тантинского района. Ребенок без присмотра родителей, с малолетними детьми, такого же возраста, 3-4 лет, играли на улице, и во время игры упал в колодец и утонул. Ну и самому старшему 15 лет. В городе Козель, в реке Енисей утонул. На кого возлагается ответственность в этом случае? В подобных случаях? Ну в подобных случаях, если это с летальным исходом, тут предварительная проверка проводится сотрудниками Следственного комитета. Но в большей степени здесь будет вынесено отказной, потому что тут состава преступления как такового не усматривается. То есть получается, что родитель в этом случае практически не несет никакой ответственности, кроме моральной. Так точно. Хорошо. Давайте поговорим все-таки о мерах профилактики. Наверное, это более важно. Рассказайте о самых... Давай еще раз. Вот с вопроса. Давайте поговорим о мерах профилактики. Наверняка это очень важно. Какие сейчас предпринимают ваши подразделения? В селях профилактики детского травматизма нашим министерствам и непосредственно нашим подразделениям принимается очень много работы. Это в первую очередь информирование населения о безопасном поведении, о бдительном поведении, бдительном обращении к несовершеннолетним, если они обнаружат таких несовершеннолетних на улице или рядом с озерами, реками. А давайте прямо сейчас скажем, куда необходимо обратиться в случае, если вот увидели такого безнадзорного ребенка, например, на озере. Куда необходимо позвонить, что сделать? На озерах или вот рядом, в большей степени у нас возле реки Енисея дети очень часто без присмотра взрослых купаются. У нас ежедневно на охрану общественного порядка задействуются сотрудники. Это по набережной обязательно порядка сотрудники выставляются. Патрулируют местность? Да, патрулируют. И есть добровольные народные дружины, выставляются туда. Вот именно к ним можно обратиться. А если вот дети именно такого возраста, который понимают самое, просто к ним обратиться. Да, обратиться и предупредить, что небезопасно здесь находиться самостоятельно. Их просто рекомендовать им, чтобы они удалились. Интересно, а всегда ли дети следуют советам народных дружинников, инспекторов? Ну, если это человек в форме, если это взрослый человек будет обращаться, конечно. Это в моем случае тоже такое было, что вот набережной мы патрулировали, дети, трое детей, рядом велосипед без присмотра был оставлен, укупались. Мы обратились, они сразу же удалились. Какие еще меры профилактики проводите? Может быть, акции какие-то выездные по безопасности на воде? Ну, это у нас ежегодно проводится совместно с субъектами системы профилактики нашей республики. Это социальные службы, учреждения здравоохранения, педагоги школ, ну и МЧС. Сотрудниками МЧС у нас проводятся. В связи с участившими случаями несчастных случаев у нас даже была объявлена акция месячной безопасности с правительством. Тоже вот именно по квартирной адресные обходы были сделаны в дома с предупреждением родителей, что... Интересно, а как вы выбираете, в какую квартиру нужно зайти, а в какую не нужно? Создаются рейдовые группы и распределяются по участкам. Ну и через... Но вы пытаетесь охватить практически всех, или это только дети, семьи, например, с многодетными семьями? Да, ну, группа риска, да. Ну, в большей степени, конечно, внимание определенное именно таким семьям группы риска, или неблагополучные семьи, да, социальные неблагополучные семьи, малолетние с детьми. Ну, да, в большей степени таких. Ну, это все социальный паспорт, в каждой администрации, в каждой суммонной администрации имеется, и вот так создаются рейдовые группы. Ваша работа видна и важна, безусловно, проводит работу школа, детские учреждения. Но что вы можете порекомендовать родителям сделать, либо, может быть, сказать в рамках своей семьи стен своего дома? Ну, сохранение здоровья ребенка — это задача каждого родителя. Каждый родитель должен осознавать, что создание безопасных условий для воспитания, для содержания своего ребенка — это задача взрослых лиц. И поэтому, когда вы находитесь дома или оставляете под присмотр малолетних детей, там, допустим, у родственников или у бабушек, дедушек, да, это у нас в большей степени, то, пожалуйста, проведите профбеседу с такими людьми, которые вы оставляете. Ну, и желательно, чтобы контролировать, звонить им, узнавать, как у них дела. Что происходит? А во время вот такой профилактической беседы на что вы порекомендуете родителям обратить внимание? Может быть, отдельно поговорить о розеточках небезопасных или там о предметах, которые могут нанести у души или еще что-то? Да. Ну, именно розетки у души, слава богу, у нас в этом году никак не было. Вот именно ребенки, когда выпали из окон, получили ожоги, вот таких случаев очень много. Не лазить по окнам и не трогать горячие окраины и чайники. Своих детей, то вот надо предупреждать их, чтобы они все это следили. Спасибо большое. Ну что ж, я надеюсь, что после нашей беседы таких случаев детского травматизма станет гораздо меньше. Благодарю вас, что нашли время и пришли в нашу студию. Напомню, что вместе с нами сегодня гостем в студии была старшая инспектор отделения организации деятельности по делам несовершеннолетних МВД Патуве Майя Булереш. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»